Добрый день. Почему я говорю тихо? Прямо здесь и сейчас, в Российско-Армянском университете, вот в этой аудитории проводится тотальный диктант с целью популяризировать русский язык. И прямо там сидят 50 студентов, которые, надеюсь, проявят себя хорошо, и именно победителя мы узнаем чуть позже. В Российско-Армянском университете тотальный диктант проводится уже во второй раз. Инициатором является Карина Акопян. По ее словам, о тотальном диктанте она узнала из новостей. Возникла мысль провести то же самое в Ереване, после чего она связалась с Россотрудничеством и предложила провести диктант. В 2014 году, когда я узнала о том, что проводится тотальный диктант, я решила, что и в Армении нужно проводиться. Мне кажется, сейчас мало кто читает, потому что интернет и уже просто взять книги в руки и почитать, мне кажется, уже стало легче для многих. И, конечно, часто называться и для меня. Это, может быть, должно, наверное, возлиться в семье, чтобы люди читали. Конкретно мне сейчас речь идет не только о русском языке, а вообще о языках. Текст будет читать директор Института русской словесности, Института гуманитарных наук РАУ, заслуженный профессор РАУ, кандидат филологических наук и доцент Аршак Саркисян. Будучи русистом, всегда, когда я захожу в аудиторию, первые две фразы на доске пишу на латинском языке. Одна фраза звучит вот так, как на латинском языке. Цезарь не он супрограмматичный, даже цезарь не выше грамматичный. И вторая фраза звучит безлеги. То есть кто пишет, тот дважды читает. Я всегда говорю моим коллегам, что в конце 20 века мы уделяли очень большое внимание коммуникативной лингвистике. А сейчас, уже во времена Гарлетов, когда молодые люди начали больше писать, пишут, конечно, они на своем олбанском языке. Но ничего не поделаешь, мы же не можем лингвисты, сунуть голову в песок. И не говорится в этом, что как же так они плохо пишут, что за язык, это и язык. Язык, он живой организм, он все время меняется, обязательно так должно быть. Я всегда радуюсь вот этому самому тотальному диктату. Я прошу прощения за это слово шкурное. Радуюсь, поскольку, будучи русистом, я радуюсь как за чистоту языка, так и за грамотность, за повышение грамотности. И я рад вот этому событию, которое у нас в этом году в очередной раз находится в Российско-Арганском, Славянском и Государственном университете. Сама идея добровольного диктанта родилась в 2004 году в Новосибирске. За 12 лет существования тотальный диктант превратился в масштабное мероприятие, которое проходит на всех шести континентах. Только в 2015 году мероприятие прошло в 549 городах России, а участниками стали более 108 тысяч человек. Диктант можно написать как на месте проведения, так и онлайн.